Мы получили ответ грубый по сравнению с тем, что хотели. И, кстати, это сделал тот самый Дерихле, который еще много чего сделал в теории чисел. Оказывается, можно было получить оценку гораздо более точную, чем это. Рассказываю как. Когда у вас есть кривая, о которой я сейчас сказал, заданное уравнением X, это уравняется N. Дерихле догадался, что нужно сделать следующую замечательную штуку. Можно взять и провести прямую до пересечения с этой кривой в точке моря без ряда. Вот такая замечательная идея. Значит, итак, смотрим, где X равно Y. Тогда X равно Y равняется корня без ряда. И после этого, вот у нас есть числа от единицы до корня из ряда. Вот здесь вот понятно, что у нас будет N. И после этого рассмотреть вот такую вот кривую. Значит, здесь вертикальная прямая в высоте. Здесь гипербола. А здесь этот вертикальный отрезок. Ну, давайте, чтобы не путаться, я сейчас буду считать, что корень независимого и национальное, что здесь вот на этой прямой никаких точек нет. И так, давайте теперь подумаем, что у нас с вами происходит. А происходит простая вещь. Гипербола симметрична относительно этой прямой. Поэтому, если мы с вами сейчас посчитаем, сколько точек на, не на, в такой фигуре, на ней не граница, то тогда, если мы применим асиную симметрию, вот в такой фигуре будет точек ровно столько же. Согласны? И для получения окончательного ответа надо будет вычесть точки, которые лежат в таком квадрате. Отлично. Теперь давайте это аккуратно, быстренько запишем. Значит, что у нас с вами есть? Количество решений. Здесь так все количество решений. Это сумма единиц, когда х пробегает значение от единицы до n, у пробегает значение от единицы до n, и x, у не превосходит единица. Вот так, между прочим, пишется количество решений, неравенство xy меньше или равно единицы, будет правильных числых на единице. Так вот, эта самая сумма равна следующей, удвоенной сумме, удвоенной сумме, когда х пробегает значение до корня из n. Ну, на самом деле, я сказал, пусть для начала корень из n будут и рациональными, поэтому не страшно, хоть меньше, хоть меньше или равно, это сочинение не важно, вот, то корень из n не бегают, xy меньше или равняется n, и так, удвоенная сумма, потому что у меня x, например, вот только вот на таком от единицы, минус, минус количество дважды подсчитанных чисел. А что такое количество дважды подсчитанных чисел? Это просто количество, точек с правильными координатами в таком квадрате. Ну, замечательно, минус целая часть корня из n, введенная в квадрате. Отлично. Теперь вопрос, а что делать, если корень из n случайно оказался числом натуральным? Тогда нам могут помешать точки, расположенные на вот этом вот отрезочном. Ну, ребята, если я сейчас решу эти о большую от корня из n, то я в результате получу ответ, который видим всегда. Согласны? Да. Ой, 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 спасибо. Это у меня, значит, и так, x число маленькое, а на y у меня вообще условий никаких. Так, это вы правили, да? Да. Спасибо. Это я действительно забрался. Спасибо, спасибо. Действительно, на y условий никаких. Мне важно, я вычел квадрат, правда? Количество точек в квадрате. От того, n является точным квадратом или не является, я застраховался вот этой вот штукой. Это просто ошибка, ну, она может максимум вот это количество точек на этом отрезке, то есть у большой от корня из n. Если честно, у меня потом все равно это у большой возникнет, поэтому... Но это все равно лучше. Корень из n это число гораздо меньше, чем... То есть я значительно улучшу оценку. Если я получу оценку с у большой от корня из n, здесь вот было у меня уже получено у большой от n. Отлично. Теперь, что мы делаем? Мы должны считать эту сумму. Ну, если честно, мы ее считаем ровно так же, как сегодня один раз уже считали. Это что такое? Это 2 умножить на 3 разделить на 1 и так далее, и так далее. И здесь будет n разделить на целую часть из корня из n. Вот. Минус. Так, ребята, целую часть я, понятное дело, напишу так же. Я напишу, что это корень из n плюс у большое от единицы. Так. Ну и, понятно, где-то по-прежнему у большое от у низа. Хорошо. 2 умножить на. Сначала я напишу сами эти числа, а потом я напишу их дробные части. Итак, n разделить на единицу, на двойку, на тройку, и так далее, и так далее. n делить на целую часть корней из n. Так. И теперь, их вообще-то, целая часть корней из штука. То есть это убольшое от корней из n. Замечательно. Значит, я могу прямо так описать, а это ушло сюда. Дальше. Возвожу в квадрат. Здесь будет минус n, это корней из квадратов. Дальше. Удвоенное произведение, это у большое. Это в квадрате, тем более, да, это константа, ну, в принципе, ограниченная лична. Вот, отлично. Значит, я так и пишу. Плюс у большое от корня из n. Отлично. Теперь надо вспомнить, чему же равняется гармоническое число, только вот такое, взятое от корня из n. Легко. Легко. Двойка никуда не делась. n за скобку я вынесу. И теперь надо взять гармоническое число, только вот здесь вместо n надо писать корень из n. Так и пишем. Значит, так и пишем. Натуральный логарифм корня из n плюс гамма плюс о большое от единицы деленной на корень из n. Это я переписал формулу для гармонического числа, только вместо n где-то подставил корень из n. Дальше будет у меня минус n, это вот этот вот минус n, и плюс о большое от корня из n. Плюс о большое от z. Отлично. Теперь нужно не побояться раскрыть скобки. Давайте я прямо здесь это сделаю. Давайте прямо здесь сделаю. Значит, здесь будет 2n логарифм. Логарифм от корня из n это одна вторая логарифма n. Одна вторая и двойка сократятся. Получается n логарифм n. Кстати, это неудивительно, потому что, собственно, мы такое уже получаем в качестве главного члена. Дальше. Плюс 2n гамма. Очень хорошо. Плюс 2n гамма. Дальше. Умножение n на о большое от единицы делить на корень из n. Даст нам о большое от корня из n. И здесь о большое от корня из n. А здесь минус n. Значит, я пропишу. Минус n плюс о большое от корня из n. И я могу торжественно записать ответ. Одна из многочисленных теорий Дерихлея. Вообще, Дерихлея был ученый совершенно замечательный. Он очень много всего действительно чудесного. Не какой-нибудь, так сказать, или он, как разойдет, была никому неинтересна, а действительно такие вещи существенные. Вот теория. Значит, ребята, в этом месте вам повезло, что я не работаю на кафедре теории числа. Потому что, если бы было иначе, то в этом месте начался бы длинный спецкурс на такую тему. А можно ли здесь написать, что не корень из n, а что-нибудь поинтереснее? В общем, ребята, это как ни странно, это серьезная работа для науки. Я ни разу в жизни так на эту тему ничего не прочитал. То есть, вот это, мне кажется, красиво и замечательно. Попытка посмотреть чуть-чуть дальше сразу приводит к каким-то тяжелым штукам. Я могу вам, что называется, процитировать из книжки то, что на эту тему известно в науке. Это легко. Но сам я на эту тему больше ничего не знаю. Значит, науке известно следующее. Что вместо корня из n написать корень четвертой степени нельзя. Не знаю почему, но нельзя. И науке известно, что такой ученый вороной. Он доказал, что в этом месте можно написать о большое не от корня из n, а от корня кубического из n натуральных алгоритмов n. Вот это можно. он тут сумел это доказать. И известно, что нельзя написать о большое от корня четвертой степени. Вот это вот известно, что это неправда. Есть гипотеза, что на самом деле правильный ответ это о большое от корень четвертой степени из n в степени 1 плюс ε, где ε его может быть. Но повторяю, ученые доказали. Нет, спасибо им за это, это действительно замечательная, очень собрешательная трудная наука, но вот это легко. Ситуация понятна? Ситуация понятна. КОНЕЦ КОНЕЦ